весна идет весне дорогу на смену холодам и морозам приходят солнце и теплые деньки и конечно же мы вязали вязальщицы задаемся вопросом из чего вязать когда хочется легкости но все же мы хотим оставаться в тепле и боимся замерзнуть в обманчивую весеннюю погоду с вами ольга и магазин пряжи ай нитки и сегодня мы с вами поговорим про межсезонные пряжи все позиции которые я сегодня покажу можно будет найти в описании под этим видео там будут ссылки вы можете пройти посмотреть все на нашем сайте что мы хотим от межсезонной пряжи конечно же легкость воздушность воздушное полотно нежные оттенки зимой мы хотим вязать из более теплых пряж весной из более легких но так как у нас весенняя погода обманчиво не нужно забывать про утепленные составы но облегченные и первый артикул который я хочу вам предложить это пьюбелла от фирмы лана гросса и здесь по-настоящему королевский состав полотно получается легкое воздушное дышащие обволакивающие как будто бы ты находишься в каком-то маленьком облачке и тебе не хочется из него выходить здесь составит 59 процентов baby альпаки 20 процентов ниточка полиамида в основе 15 процентов кашемира и 6 процентов мериноса оттенки есть разные сейчас я покажу вам в журнале lookbook 12 модели которые можно связать из этого артикула журнал lookbook номер 12 от лана гросса здесь есть несколько моделей связанные из пьюбелла смотрите сразу на обложке нас встречает жаккардовый пуловер из пьюбелла очень красивый легкий воздушный как я сказала уже он похож на облачко очень нежный такая деликатная забота о себе любимый получится очень интересно и нежно пряжи которая представлена в этой модели у нас есть в наличии вот эти два оттенка также по подобной логике мы можем связать жилет из пьюбелла также пряжа у нас есть в наличии молочного и терракотового оттенка получается нежно невесомо можно носить как на первый слой на голое тело и на второй слой на рубашку или на водолазку очень получится красиво можно носить как на улицу летом прохладную погоду а также можно носить в офис вам будет не жарко комфортно в этой пряжи также в этой модели у нас представлен жаккард поэтому в этом нам поможет наш наперсток от clover пьюбелла достаточно фактурная и очень пушистая ниточка и вязать ее жаккардом будет сложно но если у нас есть наперсток который разделяет эти две нити вязание становится легче и удобнее мы закрепляем одну ниточку закрепляем вторую ниточку застегиваем и у нас наши пушистые ниточки не путаются и вязать будет намного комфортней и удобней ну и еще одна модель из пьюбеллы которая вдохновила меня я уже хочу себе связать такой кардиган я уже представляю каким он будет обволакивающим и нежным можно связать большой кардиган пальто из пьюбеллы цвет который представлен в этой модели у нас тоже есть наличие но я бы связала его с какой-то яркой насыщенной пряжи чтобы носить потом прохладное лето такой кардиган то есть какой-то например зеленый изумрудный цвет или яркую фуксию которая самая модная в этом сезоне следующий артикул пряжи который мы почему-то незаслуженно забыли это пряжа тоже от лана гросса артикул кара здесь в составе 57 процентов альпаки 33 процента процента хлопка и 10 процентов мериноса из такой пряжи отлично получится фактурное изделие есть небольшой меланжевый эффект окраски у этого артикула природные очень нежные подойдут прекрасно под весенний гардероб пишутся в любой образ и из такой пряжи чтобы я связала объемный свитер объемный фактурный кардиган или жилет который прекрасно дополнит и создаст более стильное ощущение от любого лука также модели из кара я нашла журнале lookbook 12 от лана гросса смотрите фактурный жилет со спущенным плечом связан объемной резинкой я думаю по такому принципу будет прекрасно связать и свитер свободного кроя он получится теплый обволакивающий деликатно согревающий самое то на весну также из кары можно связать худи с колпаком более свободный спортивный стиль дополнит любой летний или весенний образ а также объемный фактурный кардиган мне очень нравится эта модель особенно спущенное плечо и свободный рукав также если вы заметили кара и пьюбелла отлично подходит друг другу по окраске и по составу тоже поэтому в плечевых изделиях мы можем комбинировать эти два артикла делать полосы из пьюбеллы например создавать фактурные пушистые секции а также вязать плечевое изделие из пьюбеллы а манжеты и горловину из кары получится интересно и необычно смотрите на примере этих двух цветов пьюбеллы и кары я хочу показать как они прекрасно смотрятся вместе что тут что тут есть небольшой меланжевый эффект но их сочетание вместе дополняют друг друга и создает необычный дуэт еще одна пряжа которую я подобрала для вашего весеннего гардероба это лейс сетта малбери атлана гросса у этой пряжи очень интересная фактура за счет того что здесь в составе есть 35 процентов шелка здесь 35 процентов альпаки 35 процентов шелка и 30 процентов мериноса полотно получается слегка блестящее как будто бы светящиеся изнутри но мериносовый пушок выходит и запушает немного основу шелка изделие из этой пряжи будет струящиеся это пряжа не для свитера такая пряжа подходит отлично для футболки для струящегося пуловера а также для пола можно связать прекрасную футболку сейчас выйдет подсказка модели футболки из этой пряжи также хочу обратить ваше внимание что у лейс сетта малбери очень приятные весенние цвета в палитре есть смотрите этот цвет такой первых цветочков каких-то нежный молочный голубой как будто бы первые проталины на снегу зеленый насыщенный как зеленая трава как мох и медовый горчичный цвет тоже прекрасно подойдет для вязания весенней модели по стоимости пьюбелла стоит 700 95 рублей за моток аналогично кара стоит 795 рублей за моток и лейс сетта малбери стоит 900 95 рублей за моток не отказывайтесь от вязаных изделий как только потеплеет ведь у нас такой огромный ассортимент и выбор пряжи порадуйте себя весенней новинкой из пряжи которую мы для вас подобрали с вами была ольга и магазин пряжи и нитки